Встреча с чемпионом Артур Бетербии вручил завоеванный пояс Рамзану Кадырову. От врачей до сварщиц. А в Аргуне прошел вечер нашитов, посвященный чеченской женщине. Мастер-класс известного продюсера. Здесь главное двигаться, главное действовать, главное идти. Как в Грозном отметили закрытие года кино. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамасе, чтобы исполнить свой религиозный долг. Свой рабочий день Рамзан Кадыров также начал с совершения русбанамаза. В окружении соратников глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, да будь довольным Аллах, дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Проповедь для мусульман прочитал в муфте Чечни Салах Межиев. В ней он рассказал о тех, кто благодаря богобоязненности и трудности, перенесенным на пути служения Всевышнему, достигли к нему особой близости. Было подчеркнуто, что высшей степенью обладают посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и предшествовавшие ему пророки. За ними следуют Устазы и Эвлия. Межиев также рассказал про шейха Кунта Хаджикишиева. Он вместе с предком Рамзана Кадырова Ильясом Бинуевским 3 января 1864 года был подвергнут аресту и направлен в ссылку только за то, что призывал следовать по пути ислама. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Накануне Субтитры создавал DimaTorzok Сирию и другие страны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перчатки главе Чечни Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с Бетербеевым В Грозный прибыл и восходящая Звезда профессионального бокса Веслан Далхаев На состоявшемся в Канаде вечере бокса оба одержали уверенные победы над своими противниками. В копилке Бетербиева теперь 11 побед и все нокаутом. У Веслана 9 побед. Оба не знают поражений на профессиональном ринге. Артур и Веслан являются воспитанниками чеченской школы бокса. Министр спорта Хасмагомед Хизриев поблагодарил главу Чечни за особое отношение к спорту. Благодаря поддержке со стороны руководства региона, чеченские спортсмены все чаще завоевывают призовые места в самых разных видах спорта. Хотя еще недавно об этом можно было только мечтать. Субтитры создавал ДНК. В этом году мы находимся с тем, что мы с вами были в фермерном патрике, и в семье я работаю в картины, и в ней было в фермерном патрике, и в сайте я работаю в шарик. И вот мы проходили в фермерном патрике, и мы собираемся в фермерном патрике. По словам Кадырова, в руках спортсменов большая сила, которая не знает границ. Именно спорт способен налаживать мосты там, где бессильна политика. Более того, спортсмен – это лицо нации, поэтому, выступая на международных спортивных площадках, каждый должен осознавать. По его поведению судят обо всем народе. Много глава Чечни говорил и о важности отработки стратегии и тактики, а также кропотливой работе над своими навыками. Тем более, что все условия для этого в республике имеются. Смиром отработки стратегии, которые я не могу Saturday и не могу разобрать, я не могу сделать это. Я думаю, что мы conductом в туалетах, они не помогли защититься. Беспублика церкви, в культуре, спорте, в военном. У нас есть мои народные слова тактики, которые являются. Много выхода на церкви. Много выхода на церкви. сритет и она 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 которая она 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 Уже много лет Рамцанка Кадыров уделяет особое внимание матерям знаменитых спортсменов. Среди них и мать Артура Бетербиева. Боксер поблагодарил главу Чечни за внимание, оказываемое его семье. Уже в ближайшее время воспитанник клуба «Ахмат» Артур Бетербиев вернется в Канаду, где начнет готовиться к следующему поединку, который должен состояться уже в феврале. Имя соперника пока неизвестно, однако в случае победы российский боксер станет обязательным претендентом на поиск чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе. А Веслан Далхаев намерен побороться за звание чемпиона Северной Америки и попасть в топ-10 в своей весовой категории. Седа Сапарова и Луиса Юнусова. Новости. С надеждой на прощение. Сегодня родственники бандитов, по вине которых в ходе недавней спецоперации были убиты полицейские, обратились к семьям погибших сотрудников правопорядка. Они просят простить поступки их детей, которые навлекли позор на весь их род. Вместе с ними принести свои извинения пришли тысячи человек, и односельчане, и даже представители тейпов. Магомед Ломаркаев расскажет подробнее. Недавняя вылазка боевиков принесла горе в несколько семей полицейских. Предотвратить гибель еще большего количества людей удалось благодаря слаженным действиям правоохранителей. Спецоперацией руководил лично Рамзан Кадыров. Уничтожили семь бандитов, четверо задержаны. Позже родственники и односельчане погибших сотрудников МВД отметили, что за действия бандитов придется отвечать их родным. Кровная месть как метод решения многих конфликтов среди кавказских народов известна давно. Однако по инициативе главы Чечни в последние годы в нашем регионе этот обычай потерял актуальность. Во время войн погибло немало жителей, и это послужило веским доводом для властей, чтобы примирить враждующие стороны. Для этого была создана специальная комиссия. Но в случае, когда речь идет о террористах, по мнению пострадавших от них людей, эта крайняя мера вновь приобрела необходимость. И как отмечают родные погибших правоохранителей, бандитов можно остановить только таким образом. И они едины во мнении, что родственники преступников в полной мере несут за них ответственность. Виновная сторона с этим согласна, но все же надеется на великодушие народов, в частности потерпевших. Вместе с ними принести свои извинения пришли и односельчане, и даже представители ТЭПов. 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 должны ответить за свое же упущение. И виновная сторона призывает всех родителей не повторять их ошибок, быть бдительными и следить за своими детьми. Вопрос примирения сегодня все же остался открытым. Несмотря на просьбы о прощении, родные правоохранители настроены категорично, ведь убитых уже ничем не вернуть. Магомед Ломаркаев, Хаважа Мунафи, Ислам Расуев. Новости. В Аргумии прошел торжественный вечер под лозунгом «Чеченская женщина – достояние республики». Мероприятие провели активисты организации «ИМАН». Они наградили представительниц прекрасной половины человечества. Среди них врачи, библиотекари, крановщицы и даже сварщицы. Подробнее из Наур-Заурбеков. Суры священного Корана открывают сегодняшнее мероприятие. Для собравшихся здесь звучат и нашиды. Празднование под лозунгом «Чеченская женщина – достояние республики» приходит во Дворце культуры. Поздравить всех собравшихся с наступающим Новым годом прибыл мэр города Аргун Ибрагим Тимирбаев. Вечер Нашидов организован для представителей с прекрасной половины города Аргун. Сегодня здесь собрались женщины, которые несколько десятков лет своей жизни отдали работе в различных сферах. Ценные подарки и дипломы получают библиотекарщи, врачи и даже сварщицы. Разя Демельханова – одна из немногих представителей, казалось бы, неженской профессии. Она проработала на стройке 30 лет. 27 из них управляла высотным краном. Поздравить женщины и выразить свои слова благодарности прибыли кадри города Аргун Юнус Доскаев и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики Рустам Абазов. Праздничные мероприятия организовали девушки из общественного объединения ИМАН. Редактор субтитров А.Семкин «Подарки и дипломы за трудовую деятельность сегодня получили более 30 женщин. Продолжая празднование, собравшиеся смогли послушать нашиды от известных исполнителей». В управлении по кинематографии подвели итоги уходящего года. Напомню, 2016-й был объявлен годом кино. Для Чеченской республики он стал особо плодотворным. Накануне в Грозном для проведения мастер-классов приехал известный режиссер и продюсер Алексей Петрухин. Подробнее Лариса Джабраилова. Эти кадры для кинематографистов своеобразные учебники руководства к действию. Известный режиссер и продюсер Алексей Петрухин в Грозном впервые. Для участия в его мастер-классе в чеченскую столицу приехали коллеги из Карачаева, Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. В зале также начинающие актеры. Кино развивается не только начинает развиваться в Чечне. Кино вообще начинает в России только развиваться. Поэтому эти процессы совпадают. Здесь главное двигаться в этом уровне, главное действовать, главное идти. То есть, если говорить про совет кинематографистам, то нужно просто работать, идти, доносить свои идеи, ездить по всей стране на питчинги, представлять свои картины, представлять свои проекты, искать единомышленников, объединяться с другими компаниями. Весной следующего года впервые в Чечне состоится так называемый питчинг – презентация кинопроектов для нахождения инвесторов. Наша республика представит на нем 12 проектов, 4 из которых презентует Чечен фильм. Это очень знаковое событие для кинематографистов всего Северного Кавказа. Алексей Петрухин рассказывает нашим кинематографистам, как подготовиться правильно к этому питчингу. Сейчас мы должны завоевать зрителя чеченского, северокавказского. Нам нужно открывать кинотеатры. Это самое основополагающее, то, что нужно. Кино должно зарабатывать деньги. Это огромные рабочие места. Тысячи, тысяча, пятьсот человек только в Чечне могут работать в киноиндустрии. Отметили работу выпускников киношколы «Шаг». Алексей Петрухин и Беслан Теребаев вручили молодым актерам грамоты. В этот же день в управлении по кинематографии подвели итоги уходящего года кино. Состоялся показ документального фильма о Петре Захарове. В управлении рассказали и о планах на будущий год. Отличившиеся сотрудников наградили почетными грамотами. В этом году сделано было очень много. Это, в первую очередь, заслуга главы республики Рамзан Ахмадович, который нам создал прекрасные условия в республике для кинопроизводства. В этом году мы получили, чеченфильм, компания «Чеченфильм» получила государственную поддержку в виде субсидий Министерства культуры Российской Федерации на производство художественного фильма. Для Чеченской Республики уходящий год стал особо плодотворным. Открыли два кинотеатра, началась реализация пяти крупных проектов. Среди них и совместная работа чеченфильма и индийской киностудии. Детский полнометражный фильм «Лучшие друзья». Лариса Джабраилова, Тина Тенузашвили, Муслим Типаева, Луиза Инусова. Новости. Продолжение следует... Но благодаря грамотной политике и своевременным мерам страна сумела выстоять перед вызовами западных санкций. С грядущим годом, как заявил Рамзан Кадыров, связано много надежды. Власти Чечни сделают все, чтобы оправдать чаяние народа. Девочка-это сады и сады, сколько будут западными животными? Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»